Воропаева Анна пишет. Добрый день, Юлия. Благодарю вас за ваш канал. Спасибо вам большое. Это просто кладезь полезной информации. Спасибо. Вопрос касается дочки. Второй ребенок в семье, 2,5 года, в садик не ходит еще, пошла в 11,5. Разговаривает много, знает много слов, но не все четко еще произносит. Тяжело адаптироваться к взрослым. Если с ней, второй ребенок в семье, то есть это она вторая, да? Если с ней начинает разговаривать чужой человек, например, врач или моя знакомая, она уткнется в меня и молчит. Не отвечает, хмурится. Даже когда мы приходили в гости к бабушкам и дедушкам, то первые 15-20 минут он только со мной. Не дает себя им раздеть, обнять, отворачиваться. Надо даже выражать недовольство, ручание, боится как будто. Но после течения минут 20 начинает играть с бабушками и дедушками, сама их зовет, берет за руку, говорит, деда, баба, идем играть, потом не могу везти домой. Некоторые дети прям бегут к бабушкам, обнимают, целуют, а наши при встрече сначала, ну редко видят, видимо, сначала боится, отворачивается, становится букой. Были у невролога, она сказала, что у нее тяжелая адаптация к людям. Начали глицин, магний B6 и пантагам, начали пить. Ужас какой-то. Не знаю, как приучить к садику. Оставляю ее редко с кем-либо, потому что она боится, плачет, только если мне очень нужно уйти и все с ревом. А вот с детьми играет нормально, в принципе, не жалую, не шугается. Подскажите, это с чем-то связано и что посоветуйте? Благодарю за ответ. Но вот глицин и пантагам я бы, наверное, не пила бы, потому что у вас с развитием мозга, я считаю, все хорошо. И магний B6 начали пить. Не знаю, я бы не пичкала нормально развивающегося ребенка глицином, пантагамом, натропными. Ну магний B6, ладно, он там безвредный. Витамины группы B, они все для лучшей работы мозга, но пусть будет. Остальное я не знаю как, зачем. Глицин, во-первых, да блин. Глицин, во-первых, не во всех случаях действует как успокоительное. Глицин, многие мне мамы рассказывали, я не давала своим детям. Это какое-то глициновское новшество появилось чуть позже. И все рассказывают, что мы после глицина стали бешеные вообще. Не спим, деремся, истерим. Я говорю, попробуйте глицин отменить. Отменяли, все, ребенок становится нормальным. То есть глицин, это тоже стимуляция своего рода мозга. Подпитка нервных окончаний, нервных клеток и сосудов и так далее. То есть когда у ребенка подпитка вот эта вот идет, то есть привели хороший бензин, скажем, что у нас там мотор начинает делать. Он начинает работать хорошо, правильно? И отсюда получается и перевозбудимость, и гиперактивность, и скакание по потолку лазания. У многих вызывает глицин вот такую вот особенность. Смотрите, если у вас тоже пойдет возбуждение, я не думаю, что нужно пить. Любят очень неврологи назначать этот пантагам да глицин. Зачем? Это понимает, у ребенка не говорящий, у него какая-то асфективность в детстве была, когда действительно нужно мозг простимулировать. Так, касаемо бабушек и дедушек. Ну да, как ни крути, треть детей у нас есть, у нас дети. У дела закупил, закусил и все, и втопил. Чужие, не чужие, дорога, не дорога. Он все, он летит. Это у этих детей, скажем так, заниженный порог эмоциональной чувствительности, занижен порог самосохранения. То есть они все, они вот пока вот лбом не упрутся, не поймут, что это больно, они не остановятся. А есть дети, которые вот достаточно одного раза вот они обожглись, и все, они с этого раза стали аккуратны. Они стали, я лучше перебью, как говорится, но буду с целостой сократности. Ваша девочка, видимо, вот из такого же тоже тесто сделано. Возможно, либо вы, либо папа, либо бабушки, может кто-то у вас в семье ведет себя так же, и она действует по образу и подобию. А может быть, ей достаточно было одного урока, где она там чего-то со взрослыми обожглась, кто-то чего-то может быть напугал, прокуренный какой-нибудь, вонючий, я не знаю, наклонился к ребенку, и ребенку это было неприятно, достаточно уже у этого ощущения, что прописался негативизм вот к наклоняющимся взрослому. Значит, знайте эту особенность, подождите, попросите всех окружающих, в том числе и бабушек, 20 минут подождать, да, я, ты, мам, ты посиди там, я не знаю, ну, это бабушке вы говорите, я сама ее раздену, и ну подождите вы эти 15-20 минут, и будет у вас ребенок обычный. Ну да, да, вот такие вот дети. А чтобы в сад пойти, значит, идите сейчас на адаптационную группу, вот в клубы какие-то, либо присадовские группы, где можно находиться с малышом. Пусть она у вас адаптируется вместе с вами, ненавязчиво. Вы вот на полметра от нее отошли, пока она играет, там с мамой разговариваете в таком детском саду, или в такой вот, в таком клубе. На два метра отошли, в другую комнату ушли. У нас уже дети тоже приходят, они за юбку прячутся ведь. Первый месяц, да, Жень, первый месяц-два их вообще из-за матери не вытащить, с рук вообще не сползают. Проходит месяц-другой, мать такая, где у меня ребенок? Ребенок-то где? Ребенок куда? Когда мой делся? И начинает по клубам искать, где у меня ребенок. А тот уже пошел. То есть он настолько расслабился, он знает, что мать здесь, мать никуда не уходит, ничего опасных в этих детях нет. В педагоге тоже, вновь приходящих в детях из другой группы тоже ничего. Он настолько себя чувствует комфортно. Идите в такую группу, идите в клуб какой-то, и будьте с ребенком, доказывайте, что взрослые не опасны, они адекватны и никакого вреда несут. А так, даже если такой психотип поставится, ну я много раз уже говорила, да, есть такой психотип людей, я тоже сразу же прям, я лучше рядом постою с мужем и послушаю, о чем разговаривают. Я как-то не буду сразу лезть и разговаривать с этим новым человеком. Посмотрю, пригляжусь, что за человек. Хочет, чтобы с ним разговаривать, не хочет, да. Любит он шутки, не любит, поймет он то, что я скажу, не поймет. Ну, есть такие люди аккуратные, я тоже из таких. Все, надеюсь, ответили. Анна Воропаева была. Ставим метку. Анна Воропаева. Продолжение следует... Продолжение следует...